Международный турнир по историческому средневековому бою проходит в Астане на площади у монумента Хазахьеля. За право именоваться сильнейшими борются реконструкторы пяти стран мира. За рыцарскими поединками следит моя коллега Бульнара Хасан. Добрый день, Динара. Добрый день, Динара. Турнир уже взял старт. Знаете, мне такое ощущение, что я попала в средние века. Правда, мне честь всего воина потеряли рыцарские турниры. Правда, битва сегодня не за даму сердца, а за честь страны. В соревнованиях принимают участие команды из Казахстана, России, Узбекистана, Украины и Кыргызстана. Всего порядка 80 реконструкторов. Сегодня проходит уже второй день соревнований. Вчера прошли одиночные бои. Сегодня предстоят командные поединки. Сейчас перерыв, но совсем скоро вы можете увидеть сами бои. Вообще, международный турнир проходит в Казахстане уже в четвертый раз. В третий раз в рамках празднования наурызов этот вид спорта довольно молодой. Впервые он стал проводиться примерно 20 лет назад в России. Оно повсеместно проходит уже по всему континенту. И проходят уже и мировые чемпионаты по международному историческому бою под названием «Итва наций». Я уверена, нашим телезрителям будет интересно узнать подробнее об этом виде спорта. Вот сейчас возле меня стоит представитель команды Тимир Тумен из Казахстана Илья Губ. Илья, здравствуйте. Добрый день. Илья, знаете, очень впечатляет ваш костюм. Скажите, сколько весит он? Вес успеха составляет порядка 25-35 кг. Но, в принципе, люди достаточно быстро в этом двигаются, потому что тренировка сказывается. Скажите, пожалуйста, вот вы боретесь с острыми очень такими предметами, кинжалами и так далее. Есть ли риск получения травмы? Нет, мячи не заточенные, мячи тупые. Но риск травм, конечно, присутствует. Статистически это случается не чаще, чем в боксе. То есть бывают переломы, бывают ушибы, но все живы. Илья, вот проходит уже второй день соревнований. Скажите, как оцениваете соперников? Какая команда, на ваш взгляд, самая сильная? Ну, я думаю, конечно, что наша. Но война план покажет. Скоро вы увидите соревнования «Ипятерок». Это самое динамичное соревнование. И люди будут бить друг друга больно, но все останутся живы. Поверьте, мы очень хорошие друзья. То есть по пятеркам, значит, командные соревнования, да? Да. Пять на пять. Труповая номинация. Илья, успехов вам в победе нашей команде. Я добавлю, международный турнир по историческому бою, который проходит в Казахстане, недавно вошел в мировую бугуртную лигу. А это значит, что бои, которые здесь проводятся, это рейтинговые бои. Ну, одним словом, о результатах поединка мы обязательно сообщим нашим телезрителям. Немного позднее я напомню, что празднование проходит. Турнир проходит в рамках празднования на Урыза на площади у монумента Казах-Елен. Наши гости могут не только поболеть за рыцари, но и также провести хорошо время на площади, посмотреть концерт, попробовать национальные блюда. Погода замечательная, гостей очень много. Дорогие телезрители, не сидите дома, присоединяйтесь к нам обязательно. Динара, на этом у меня все. Сейчас просто перерыв. Спасибо, Гульнара. Мы будем ждать от вас результатов поединка. Наш корреспондент Гульнара Хасан сейчас находится в монументах Азах-Елен, где проходит международный турнир по историческому средневековому бою. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok